Примерно одна треть нашей жизни приходится на сон. Известный психоаналитик Зигмунд Фрейд назвал сновидение королевской дорогой к бессознательному. Ни один организм не может жить без сна. Однако с каждым годом мы спим все меньше и меньше. Почему это происходит и как отразиться на здоровье человека? КОНЕЦ Прямо под прицелами телекамер. Врачи связали это с напряженным графиком работы главы государства. Это серьезная проблема, так называемый джетлаг. Когда человек, у нас существо циркадное, он в соответствии с солнечным ритмом живет. И когда он перемещается быстро через несколько часовых поясов, начинается сбивка. Не может человек быстро перестроиться. При перемещении на один часовой пояс, для того, чтобы он адаптировался, нужны сутки. Таких примеров масса. Швейцарский спортсмен Себастьен Буэми заснул прямо за рулем перед стартом во время чемпионата мира по гонкам. Если нарушение сна выбивают из колеи даже глав государств и спортсменов, находящихся под пристальным наблюдением медиков. Что же говорить об обычных людях? Почему мир устроен так, что люди хронически не досыпают? Фактически сон начинает внедряться в бодрствование. Можно ли управлять своими снами? Мы все мозг используем, наш не полностью. Проспать 16 лет. Неужели такое реально? Я могла без еды жить, без воды. Как изменить жизнь с помощью сновидений? Внутри сновидений можно вылечить свою болезнь. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. США. Аляска. 23 марта 1989 года. Эту аварию назовут самой разрушительной экологической катастрофой, которая когда-либо происходила на море. Танкер «Эксон Вальдес» садится на мель у берегов Аляски. Из 200 миллионов литров нефти, находящихся на судне, 40 вытекает в открытый океан. В ходе расследования выясняется, что накануне руководство транспортной компании провело сокращение штата, а оставшихся сотрудников заставило работать по 14 часов в сутки. Однако между вахтами люди не успевали отдохнуть и 6 часов. Помощник капитана, который должен был сообщить о данных локации, просто заснул на рабочем месте. В результате танкер налетел на Блайт-риф в проливе Принца Уильяма. Если на самом деле лишать сна через трое суток, человек становится абсолютно недееспособен. Роман Бузунов – президент российского общества сомнологов, заведующий Центром медицины сна клинического санатория Барвиха «Управление делами президента». Он не может выполнять никакой последовательной работы, засыпая там с ложкой супа во время разговора, я уж не говорю, там, за чтением книжки. Одно дело заснуть за чтением книжки, совсем другое за штурвалом самолета. Двух пилотов американского лайнера, следовавшего из Германии в Кувейт, смогли разбудить разве что истребители. Экипаж перестал отвечать на сигналы диспетчеров, а затем самолет исчез с радаров. Авиадиспетчеры решили, что произошел захват лайнера. Когда самолет нарушил воздушное пространство Греции, по тревоге поднялись истребители с авиабазы на острове Крит. Бортпроводники ринулись в кабину пилотов. Оказалось, что оба спят младенческим сном, а самолет идет на автопилоте. После инцидента мужчины признались, что хронически не высыпаются. Невозможно полноценного бодрствования без нормального сна и невозможно нормального сна без конструктивного здорового плодотворного бодрствования. Сон для нас решает целый ряд важных задач. И среди них, наверное, можно выделить две такие фундаментальные задачи. Первая – это восстановление ресурсов, анаболизм, накопление. И вторая функция – это функция психической защиты. Некоторые работодатели незаконно требуют, чтобы их сотрудники трудились без сна и отдыха, как роботы. В погоне за сверхприбылью компании не отдают себе отчета в том, что такой жесткий эксплуатационный режим наоборот приведет к убыткам, как в случае с катастрофой танкера «Эксонвальдос». Экономия на сне моряков обошлась транспортной компанией в сумму около миллиарда долларов. По статистике, в 2017 году половина опрошенных россиян не высыпается в рабочие дни. Каждый четвертый не высыпается пять раз в неделю, а каждый пятый – два раза в неделю. По оценке экспертов, российские работодатели совокупно переплачивают за неэффективность невыспавшихся сотрудников 190 миллиардов в месяц. КПД настолько падает, что человек приходит на работу и сидит целый день, ничего не делает. Ему не хочется читать, ему не хочется воспринимать информацию, ему хочется говорить с людьми. Да, ну или человек свой бизнес теряет, или его просто, если он слушащий, его увольняют просто за ненадобностью. Сейчас появились компании, которые даже готовы выделить время и место на послеобеденный сон для своих работников, лишь бы повысить их производительность. Мы сейчас с одной фирмой ведем работу по капсуле сна для офисов. Владимир Дорохов – заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Чтобы в офисах люди могли прийти и в капсуле 30 минут поспать, мы отрабатываем методики, чтобы человек быстро уснул и эффективно. Эти страшные аварии произошли на разных уголках планеты, но причина одна – водитель заснул за рулем. У нас 30 тысяч человек гибнет на дорогах, и 250 тысяч травмируются на дорогах. Это потери как больше, чем за всю нашу эпопею с Афганистаном. Мы потеряли там меньше людей, чем у нас за год гибнет на дорогах. Не выспавшийся водитель хуже пьяного, утверждают американские ученые из Фонда дорожной безопасности. Статистика показала – тот, кто спит меньше 4 часов в сутки, попадает в ДТП в 12 раз чаще, чем даже серьезно выпившие водители. Удивительно, но даже один или два часа недосыпа увеличивают вероятность аварий на 90%. Изучая сон и бодрствование водителей, Дорохов пришел к уникальному открытию. Оказывается, огромное значение имеет, кто за рулем – сова или жаворонок. Оказалось, что люди, имеющие гены жаворонков, у них аварии, когда они работают в вечернюю смену. И наоборот. И вы же знаете о том, что вот недавно присудили Нобелевскую премию именно за генетические основы хронотипа фактически. Это значит, что жаворонкам лучше отказаться от поездок в ночное время суток, а совам не выезжать слишком рано утром. А если все-таки пришлось оказаться за рулем в сонливом состоянии, вот несколько советов, как побороть дрему. Первый способ – что-нибудь громко напивать. Это заставляет активнее работать легкие, в результате чего кровь насыщается кислородом, тонизируя весь организм и стимулируя мозговую деятельность. Второй способ – сделать легкий перекус. Например, апельсины взбодрят организм. Третий способ – остановиться и сделать легкую зарядку. Например, приседания. Это даст нагрузку мышцам и отгонит сон. Однако самый верный способ использовал Штирлиц в фильме «17 мгновений весны». Это была его привычка, выработанная годами. Он научился засыпать в любой момент на необходимый промежуток времени. Например, полчаса. Ведь 30 минут – золотое время для дневного сна, считают сомнологи. Но главное, как Штирлиц, это время спать глубоко и спокойно. Желательно восстановить, но не больше 30-40 минут. Потому что если спать больше, то потом ухудшится ночной сон. За полтора года Сергей Богданов проделал путь, сопоставимый с половиной расстояния до Луны. Он живет в США и по работе постоянно находится в разъездах. Утром я выехал из штата Мейн. На востоке были сильные снегопады, было очень холодно. И я приехал в штат Флорида. Там было очень солнечно и тепло. Такой бешеный график с короткими перерывами на сонды, еще и ночные разъезды. Сергей заметил, как реальность стала стремительно меняться. Казалось, на дороге, что какие-то темные пятна вокруг, как будто какие-то человечки пробегают. Галлюцинации. Такой симптом, когда сон вторгается в реальность, по словам специалистов, повод бить во все колокола. Программа «Тайны Чапман» будет следить за ходом диагностики и последующим лечением. Это был первый в истории науки эксперимент по лишению сна. Его поставила врач Мария Моносеина в 19 веке. Побудил ее к этому клинический случай – смерть пациента после 9 дней бессонницы. Десяти щенкам от 2 до 4 месяцев не давали заснуть 5 суток. В результате все животные погибли. Причем, чем моложе был щенок, тем быстрее наступала смерть. На животных, когда делают депривацию сна, многосуточную, они умирают от воспалительных процессов. У них нарушается работа иммунной системы. Организмы перестают сопротивляться. И при вскрытии оказывается, что просто воспаление. Удивительно, но без еды щенки могли прожить до 25 суток, а без сна только 5. При этом умирающих от голода можно было спасти, а непрерывно бодрствующие были обречены. Моносеина сделала вывод, что дефицит сна опаснее голода. Кто бы мог подумать, но вскоре подобный эксперимент начали ставить на людях. Смотрите далее. Эксперименты на грани. Сколько можно прожить без сна? Это была такая пытка и казнь решением сна. Человечество на грани самоуничтожения. Какая кара настигнет неспящих? Одно полушарие спит, а другое бодрствует. Боги сна. Как не заблудиться в царстве Морфея? Пространство трансформируется настолько, что оно становится каким-то волшебным. Об этом чудовищном эксперименте ходят легенды. Но никто официально не подтвердил, что это было на самом деле. Якобы из засекреченных архивов произошла утечка, и эта история попала в западную прессу. ГУЛАГ. Конец 40-х годов. Пятерым политзаключенным обещают свободу взамен на месяц без сна. Им предоставляют все условия. Воду, еду, книги. Нельзя только спать. Людей запирают в камере и постоянно будят при помощи специального стимулирующего газа. Заключенные даже не подозревают, на что согласились. Через несколько дней они начинают странно себя вести. Их преследуют параноидальные мысли. Затем все по очереди стали бегать по камере и истошно кричать. Если человеку 7 суток не давать спать, у него полностью теряется воля. Он на все согласен, он все подпишет, он все расскажет. Лишь бы ему дали поспать. Вот насколько потребность во сне серьезная, да, что даже очень, так сказать, волевые люди, которые могут приносить боль, страдания и так далее, и так далее, не могут приносить отсутствие сна. Наблюдатели попытались зайти внутрь, на что получили категорический отказ. Мы больше не нуждаемся в свободе. Когда в помещение запустили свежий воздух, испытуемые стали умолять вернуть им газ, который не позволяет заснуть. Дальше все как в голливудском фильме ужасов. Они начали сдирать с себя кожу и ломать себе кости. Через 5 суток начинаются галлюцинации. И вот как раз сон внедряется в бодрствование. Человек может сидеть в комнате, у него там люди какие-то ходить будут, да, вокруг. Через 10 суток человек может забыть, как его звать и где он находится. И вообще мировой рекорд без сна документированный всего 11 суток. В древнем Китае одной из самых жестоких казней было лишение сна. Подобные эксперименты ставили нацисты в концлагерях. В 20 веке на этом были основаны военные приемы американской армии. Американцы же использовали шумовые бомбы. Они не давали арабам спать. Удивительно, но в наше время люди добровольно лишают себя сна без всяких шумовых бомб и газовых камер. По словам специалистов, уровень эпидемии мировой бессонницы зашкаливает все мыслимые пределы. По данным Национального центра биотехнологической информации США, диагноз расстройство сна стали ставить на 266% чаще. А количество рецептов на снотворные препараты выросло почти втрое. Любой наркоз, он плохо для организма и есть как бы что укорачивает нашу жизнь. Там несколько факторов. И один из факторов, чем больше наркоза человек перенес, тем он меньше живет. Фармакология, она фактически похожий эффект дает. То есть есть побочные эффекты. Длительно лекарства для сна употреблять не рекомендуется. Ученые проанализировали истории болезней более 10 тысяч человек, которые принимали снотворное и 20 тысяч страдающих бессонницей, но воздержавшихся от таблеток. Результат оказался ошеломительным. Специалисты сделали вывод, что снотворное повышает риск преждевременной смерти в 4 раза. Кроме того, выяснилось, что люди, употреблявшие снотворные препараты, на 35% чаще болеют онкологией. Это лаборатория нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Здесь российские ученые тестируют на мышах новую революционную разработку – прибор для стимуляции сна. Первые результаты потрясли исследователей. Несмотря на то, что мыши по своей природе – ночные создания, под действием прибора они смогли отключиться даже в это время суток. Потом, производя анализ, получаем наши данные и выясняем, как влияет низкочастотная электромагнитная стимуляция очень слабыми электромагнитными полями на цикл сон-бодрствования. По задумке ученых, во время засыпания прибор должен крепиться к ладони. Когда человек погружается в медленную стадию сна, аппарат это регистрирует по особой активности потовых желез и начинает свою работу. Во время этой стадии сна начинается легкая электрическая стимуляция. Это в ритме дельта волн энцфалограммы. То есть это около двух герц, один-два герца. Это как бы организму навязываются волны, характерные для сна, и удлиняется медленный сон. Это сон в первую половину ночи, когда вот все восстановительные процессы идут. Но и это еще не все. Прибор помогает не только заснуть, но и быстро проснуться. Регулируя частоты, мы думаем, что можем как бы усыпить человека, поддерживать его сон и при необходимости активировать, то есть создать эффект рассвета, чтобы он просыпался. Такие проекты призваны облегчить жизнь человеку, страдающему от бессонницы. Разработчики уверяют, что используют слабые электромагнитные поля, и это абсолютно безопасно для человека. Но что будет, если заработает более сильный прибор? Когда просто нажатием кнопки можно резко вырубить человеческий организм или снова его активировать? Страшно представить, как изменится мир, спящий и бодрствующий не по своей воле. По заказу Министерства обороны британские ученые создали устройство, позволяющее солдатам не спать 36 часов подряд. В специальные очки встроили оптические волокна, которые проецируют яркий свет, аналогичный тому, какой бывает при восходе солнца. Мозг верит, что наступило утро, и сон уходит. Впервые эту технологию использовали натовские пилоты, бомбившие Сербию. Кофе и нефть – два самых ходовых товара в мире. Люди, как энергетические наркоманы, постоянно зависимы от еды, напитков, информации, ночных развлечений. Но самый главный враг для полноценного сна, по мнению специалистов, это гаджеты. Планшет или обычный смартфон, он дает голубой спектр излучения. А голубой спектр излучения воспринимается мозгом, как солнечный свет. И когда человек вечером работает со смартфоном, во-первых, это умственный процесс происходит, то есть активно работает мозг. Во-вторых, еще и мозг понимает, что это день. И понятное дело, когда человек говорит, знаете, я тут вот там какие-то финансовые отчеты изучаю, там, без пяти-двенадцать, а в пять минут первого почему-то не могу заснуть, такого не бывает. Тотальная нехватка сна охватила планету. Люди живут будто в полусне. Новая шокирующая догадка ученых. Человек может бодрствовать, а его мозг спать. Уже доказано, что дельфины спят разными полушариями мозга по очереди. Неужели очередь за человеком? Сейчас вот новая теория локального сна, что мы спим не всем мозгом, а мы часть мозга, уставшая, посыпаем. Ну вот солдаты в строю, они идут, но они спят фактически. Бешеный темп жизни больших городов и гигантский объем внешней информации не дает шансов на передышку. Чем аукнуться человечеству прелести цивилизации? За всю свою жизнь в 16 веке английский крестьянин узнавал меньше информации, чем сейчас и сложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». А мозг-то наш за 4 века не сильно поменялся. И вот этот огромный избыточный объем информации вызывает такое переполнение винчестера, если можно сказать, да, с кучей всевозможных психоэмоциональных проблем. Ученые доказали, что даже незначительное сокращение ночного отдыха уменьшает уровень глюкозы, а значит и энергии. Человек в таком состоянии недальновиден, раздражителен, плохо обучаем, депрессивен. По словам экспертов, в 90% случаев у невыспавшихся людей пропадает возможность управлять собственными мыслями. Значит, они подвержены влиянию извне? Возможно, кому-то выгодно, чтобы люди не досыпали и были легкоуправляемы. Опыты показывают, что лабораторные мыши могут выйти из лабиринта только когда хорошо выспались. Кто же загнал нас в эту ловушку и не дает из нее выбраться? Сама цивилизация – фактор риска расстройств сна. Ну, в частности, если мы коснемся, допустим, апноэ сна, храпа и болезни остановок дыхания во сне, первая и главная причина – это банальное ожирение. Ну, природа вообще-то не предусмотрела, что живое существо может быть таким, извините, толстым. В природе как? Если ты растолстел, извините, тебя догнали и съели. Или если ты растолстел, то ты никого не догонишь и похудеешь. А у нас можешь жить рядом с холодильником, ни за кем не гоняться, ни от кого не бегать. Мы наблюдаем за ходом диагностики молодого человека в клиническом санатории. Сергей Богданов твердо решил пойти на борьбу с бессонницей. Диагностика включает в себя, прежде всего, проведение полисомнографии, когда мы на человека одеваем порядка 18 датчиков, которые смотрят структуру сна, стадии сна, циклы сна. Мы регистрируем энцефалограмму, движение глаз, тонус мышцы. Здесь строится сомнограмма, как раз вот стадии сна мы определяем. Мы смотрим дыхание и храп, ну и, соответственно, апноэ видим. Мы смотрим насыщение крови кислородом, кардиограмму, позицию тела, движение конечностей, то есть избыточную двигательную активность. И мы еще все на видео регистрируем. Удивительно, но самую неприятную проблему со сном Сергей обнаружил вовсе не во время бешеного темпа работы, а как раз на отдыхе. Летом с женой они поехали в отпуск во Вьетнам, где мужчина за две недели практически не смог сомкнуть глаз. Мне очень хотелось отдохнуть, просто проводились различные массажи, процедуры. Но я понял, что я просто не могу там уснуть. Мне нужно было вернуться к своей прежней обстановке, нагружать себя физически, чтобы снова нормально спать. Обследование показало, что мужчина довел себя до такого состояния, что заработал синдром, какой бывает часто на войне. И это в мир на это время. Когда человек находится в таком жестком ритме, как на войне, не бывает бессонниц, потому что все мало спят, все постоянно физически трудятся, да, и организм себя мобилизует. У меня заданная болезнь желудка двенадцатиперстной кишки тоже почти на войне не бывает. Как правило, после войны. То есть вот такое расслабление организма и разладка всех органов и систем после такой интенсивной физической нагрузки. Для того, чтобы восстановить здоровый сон, Сергею придется пройти ряд процедур. В частности, ингаляция газом ксенон. Ее часто используют в армейских спецподразделениях для того, чтобы быстро привести человека в форму после сильного стресса. Это инертный газ, который не вступает ни в какие биохимические процессы, и зависимости, как от наркотиков и так далее, и так далее, не развивается. И выход из этой ситуации очень быстрый. То есть человек буквально перестал ингаляция, человек подышал нормально, он пришел совершенно в норму. Следующий этап лечения – светодинамическая терапия. На Сергея надевают специальные очки. Они активно воздействуют заданными параметрами частоты и спектра на глаза, улучшая настроение и качество сна. И под конец пациента ждет настоящая фабрика по выработке гормона счастья. Мезоденцефальная модуляция, которая воздействует определенным электрическим полем с определенной частотой и интенсивностью на мозг, увеличивает продукцию различных веществ, в частности, серотонина. Такой гормон счастья описывается. То есть у человека тоже улучшается настроение, в итоге улучшается качество сна. Каждому пациенту сомнологи рассчитывают индивидуальный режим сна. Кому-то, чтобы быть в форме, достаточно 6 часов, а другому вдвое больше. Для Сергея оптимальным параметром оказались 7 часов. После курса лечения он не только справился с бессонницей, но и повысил свои показатели в занятиях баскетболом. Исследователи Стэнфордского университета доказали, что баскетболисты, которые увеличили продолжительность сна, бросали мяч в корзину на 9% точнее. Это оказалось верно и для футболистов. Для знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду ученые вывели персональную формулу сна. Пять раз в день по 90 минут. Плох тот театр, в котором заснул зритель. Но это не касается данной постановки Московского центра драматургии и режиссуры. Создатели спектакля «Школа сна» решили провести коллективный сновиденческий тренинг и раздали пижамы зрителям. Основная цель – соединить науку и творчество. Рассказать хитрости полноценного сна в игровой форме. Оказалось, что для зрителей это более чем актуально. Зрительный зал – это огромная кровать. В которой все зрители находятся. Им выдают специальное снаряжение. Ночные рубашки. Они снимают ботинки. Проходят в эту кровать. И дальше рассказывается отдельная тема, посвященная подушке. Появляются подушки. Потом одеяло. Появляется огромное одеяло, которое им укрывают. Смотрите далее. Как в воду глядят. Что видят шаманы во сне. Я одно время была запугана этими снами, что я даже спать не ложилась. Заживо погребенная. Уникальные откровения проспавшей 16 лет. Совершили грех похоронив заживо ребенка. Тайны вещих сновидений. Можно ли научиться их разгадывать? Каждый из нас видел вещий сон хотя бы раз в жизни. США, Нью-Йорк, 1968 год. Здесь открывается бюро вещих снов. Сотрудники записывают сотни сновидений, которые предвещают катастрофы и смены правительств. Через 40 лет исследователи проведут статистический анализ. Выяснится, что пророческих снов о глобальных событиях в мире окажется всего 10%. Однако сны личного содержания почти все окажутся вещами. Известны случаи из жизни известных личностей, когда они видели сновидения, которые предсказывали будущие события. Например, художник Коровин, который предсказал смерть Шаляпина. Ломоносов, который предсказал смерть своего отца и увидел остров, на котором он погиб во сне. США, Вашингтон, апрель 1865 года. Президенту Америки Аврааму Линкольну трижды снится похожий сон, о котором он рассказывает своему телохранителю. Блуждая в гробовой тишине по Белому дому, президент натыкается в восточных апартаментах на катафалк с телом, накрытым простыней. Вокруг почетный караул и толпа скорбящих людей. Никто из окружения президента и подумать не мог, что сон сбудется так буквально и так быстро. Через несколько дней во время спектакля наш американский кузен, актер Джон Уилксбут выстрелил в голову Линкольна. История знает факт, что у супруги Юлии Цезаря Кальпурни был веще сон. Когда она увидела, что потолок в их семейной спальне рухнул, и ее супруга закололи кинжалами. На следующий день она просила мужа не идти в Сенат, всячески его уговаривала, но он пошел, и убийство произошло именно так, как она увидела. Елена Батыр – известный потомственный шаман. Рассказывает, что с детства видит вещие сны. Однако разгадать сообщение бывает не всегда просто. Елена утверждает, что в одном из недавних снов голоса сообщили ей дату собственной смерти. И во сне, значит, мне голос говорит, ой, говорит, истинное жилье ты приобретешь через столько-то лет. Через два часа до меня дошло истинное. То есть я уйду в землю, тут я обрадовалась. То есть, представьте себе, думаю, ой, там мне еще жить, да, жить. Недавно Елене приснился еще один сон, в котором она увидела знакомую журналистку. Проснувшись в холодном поту, женщина решила срочно предупредить девушку об опасности и провести шаманский обряд. Духи смерти. Вот как будто, знаете, вот со всех сторон у тебя тянутся такие вот черные нити. И она стоит. И сзади нее еще кто-то, кто-то много людей. И я, знаете, как резко так очнулась от сна. Ну, проснулась в такой тяжелый сон. И быстрее написала. Каково же было удивление шамана, когда в тот же день, 8 октября, журналистка сообщила, что поезд Москва-Белгород, на котором она ехала утром, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Орловской области. Именно на этом поезде женщина должна была возвращаться домой вечером. Однако после тревожного сообщения Елены о сне почему-то задержалась и выбрала более поздний рейс. Мы связались с журналисткой, и она подтвердила эту историю, хотя публично рассказывать об этом отказалась. Все ли видят вещи и сны? Как научиться их разгадывать? Некоторые ученые считают, что в наших сновидениях может содержаться информация о скрытых болезнях организма. И, собственно, бессознательное, которое прорывает снаружи. Если у человека возникают неврозы, в общем, если возникают те или иные отклонения, то чаще всего намек на это возможное заболевание, на эти возможные отклонения, мы получаем благодаря сновидениям. Исследователи соотнесли сюжеты сновидений с болезнями, о которых может посылаться сигнал. Вода во сне свидетельствует о нарушении уровня сахара в крови. Бег вниз по лестнице указывает на заболевания суставов. Падение в лифте – лишний повод посетить кардиолога и проверить сердце. Крупно-рогатый сход сигнализирует о хронических заболеваниях дыхательной системы. Нейропсихологи считают, что надо обратить внимание на увиденный во сне кусок сырого мяса. Он может иметь форму заболевшего органа. Во сне мозг воспринимает импульсы от внутренних органов. Так называемая висцеральная теория сна. То есть сон существует для того, чтобы восстанавливать наши клетки, наши органы в ходе уровня ДНК. Поскольку мозг все переводится в образы и в символы, которые нам понятны, и это может влиять на сновидение, то мы вполне можем увидеть какие-то первые признаки болезни именно во сне, еще до того, как выявят какие-то методы диагностики. Поза во время сна может поведать о секретах, которые человек скрывает, когда бодрствует. К такому невероятному заключению пришли психологи из разных стран. Когда тебе снится кошмар, даже если ты откроешь глаза и в данной позе уснешь, кошмар тебе будет продолжать снится. Но стоит тебе только повернуться на другой бок, то ты сразу уже видишь другое. Возможно, это связано с некой синхронизацией наших полушарий. Не знаю, но работает. Это самый большой в мире турбовинтовой самолет. Известный советский Ан-22 или еще его называют Антей в честь непобедимого великана из греческой мифологии. Невероятно, но его конструктор Олег Антонов увидел этот самолет во сне. Изобретатель долго не мог спроектировать хвостовое оперение для Антея, пока ему буквально не приснился этот чертеж. Известны десятки случаев, когда ученым их самые великие открытия являлись именно во сне. Штейн просто говорил, что когда он был еще маленьким, в самом детстве, ему просто привиделся сон, когда он был распускаться в Санкт-Петербург. И вот там при движении ему показалось, что все цвета сливались, и это в дальнейшем привело как раз к его открытиям в теории относительности. Канада, Лондон, 31 октября 1920 года. Фредерик Бантинг ложится в постель, не подозревая о том, что благодаря своему сну станет самым молодым лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ему приснится эксперимент, который докажет, что с помощью инсулина можно лечить диабет. Нобелевская премия за вещий сон. Основоположнику атомной физики Нильсу Бору приснилось, что он находится на Солнце, а планеты проносятся мимо него. Ученый проснулся, отчетливо представляя себе модель атома. Солнце в его сне было ничем иным, как неподвижное ядро, вокруг которого вращались планеты-электроны. У этой женщины не было детства. И вовсе не из-за того, что ее чем-то обделяли. Просто она его проспала. СССР. Лето 1969 года. На улице невыносимая жара. Назире Рустемовой 4 года. У ребенка начинает идти кровь из носа, и девочка теряет сознание. Через три дня в районной больнице констатируют ее смерть. Назиру хоронят. Дедушке приснился сон, как бы, что совершили грех, похоронив заживо ребенка. И он велел отцу выкопать меня. И когда отец спустился в могильник, домик, и он говорит, что Саван был весь разорван, и что я не лежала, а сидела, облокотившись. Дедушка настоял, чтобы меня вытащили, и повезли в областной центр. Больницы развели руками. Таких случаев доктора еще не видели. Девочку направили в Ташкентскую медицинскую академию, где, по словам Назиры, она и проспала следующие 16 лет. Литургический сон называют мнимой смертью. По словам специалистов, такой человек с виду выглядит, как покойник. Пульс практически не прощупывается, кожа бледнеет. Сейчас-то в сознании я уже понимаю, что, видимо, естественно, капельницами там поддерживали. Я помню, папа говорил, что в районе животка дырку делали из зонта, через который вот папа привозил баран, петухов, индюков, там они делали это шурпу и заливали, вернее, кормили через зонты. Доктора наук Рассел Дейл и Эндрю Чорч изучили истории 20 человек больных литургией и выдвинули сенсационную гипотезу. Оказывается, причиной мнимой смерти может стать ангина. У всех исследованных ими больных ученые выявили редкую форму стрептококковой инфекции. По мнению специалистов, она могла вызвать воспаление мозга, поражение нервной системы и спровоцировать приступ литургического сна. Что именно стало причиной 16-летнего сна Назиры Рустемовой до сих пор неизвестно. Пробудилась она внезапно. Мне в ноябре должно было исполниться 20 лет. Я проснулась 29 августа. В эту историю президент российского общества сомнологов Роман Бузунов не верит. Он отрицает понятие литургического сна в принципе, так как никогда своими глазами не видел ничего подобного. Вообще, если человек три месяца лежит обездвиженный, он уже тяжелый инвалид. Это нужна мультидисциплинарная бригада врачей, которая будет его питать, которая будет отводить физиологические отправления, которая будет разминать все суставы. Вот суставы, если три месяца не шевелятся, он вообще полностью потом обездвижен. И поэтому, когда мне человек говорит, что он в каком-то ауле, извините, 18 лет проспал, это чушь полная. Литургический сон Назиры не поддается объяснению со стороны официальной науки. Особенно те способности, которые она открыла в себе после пробуждения. Я как раз проснулась очень умной, я понимала язык животных, язык природы. По словам Назиры, ее паранормальными способностями заинтересовались советские спецслужбы. Женщину перевезли в Москву, где стали тщательно обследовать. Меня в холоде держали, в жаре держали, делали какие-то испытания в КГБ. Я работала там. Ни одного свидетеля и ни одного документа. Документы сгорели, свидетели исчезли, и все. Так я вам тоже могу рассказать, знаете, последний раз я был на Луне на прошлой неделе. Ну, правда, вот, кто запускал ракету, что-то найти не могу. Космодром тоже где-то затерялся, да, но был. Назиру снимали на телевидении, а ее случай признали уникальным. Однако, немногие наши коллеги удосужились проверить правдивость этой истории. Мы отправили письмо в Ташкентскую медицинскую академию с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о нахождении там Назиры Рустемовой в литургическом сне. Ответ пришел, когда мы уже готовили программу в эфир. Октябрь Тишаев, заведующий кафедрой хирургических болезней, ответил нам, что в клинике нет информации о такой пациентке, как Назира Рустемова. Если женщину, как она уверяет, забрали спецслужбы в Москву, то эти данные действительно могли быть засекречены. Однако, есть и более простое объяснение. А вы знаете, чем она сейчас зарабатывает? А тем, что она предсказывает будущее. Это монетизация процесса. Ну вот, вы в Мюнхгаузена верите? Вот это разновидность Мюнхгаузена. Давайте говорить о документах, да? Я могу что угодно сказать, А вы представляете, почему я занялся сомнологией, знаете? Я потому, что 20 лет проспал. Остается загадкой, как простая женщина из небольшого городка могла не только придумать такую историю со всеми деталями, но и заставить поверить в нее массу журналистов. Вряд ли в этой истории можно поставить точку. Одни говорят, что я шарлатанка, что такого быть не может, я просто это все выдумала, это все сказки. Другие говорят, да, это может быть, но это там ТРП, там причины приводит. Я в принципе никому не собираюсь доказывать, потому что я не знаю, истина не в том, чего можно доказать с моей колокольни, это то, чего нельзя избежать. Вот оно было, так надо проспать все 16 лет, я проспала и все. Что же такое литургический сон? Миф это или реальность? Страх быть заживо погребенным преследовал многих известных личностей, Шопенгауэра, Гоголя, Цветаеву. Эммануил Нобель даже изготовил для себя склеп с вентиляцией и колокольчиком. Усовершенствованная модель усыпальницы появилась в 1995 году. Итальянец Фабрицио Козели оснастил свой будущий гроб системой связи наподобие домофона, фонариком, дыхательным аппаратом и даже кардиомонитором и электрокардиостимулятором. Если мнимой смерти не существует, то откуда в мире столько переворошенных могил? Поразительная история случилась сто лет назад. Алтайский крестьянин Владимир Качалкин уснул в 1898 году и проснулся, когда царя уже свергли и в стране началась гражданская война. После пробуждения мужчина рассказал, что все слышал и понимал, но не мог двигаться, шевелить языком и поднимать веки. Сенсационный эксперимент японских ученых. Исследователям с помощью специальной программы удалось увидеть на экране монитора слово, о котором думал человек. Руководитель лаборатории Юкиясу Камитани обещает, что это только начало. Через несколько лет медики не только смогут проникнуть в сны и фантазии людей, но и фиксировать это на фото и видео. Смотрите далее. За штурвалом сна. Как управлять ночными видениями? Как будто он поднимается над своим телом. Первая сновиденческая экспедиция. Один сон на тысячу человек. Участники экспедиции достигли совершенно необычного города. этот народ жил в древней Индии, там, где сейчас расположен город Дели. По преданию им правил царь лунной династии по имени Куру. Но однажды все его жители исчезли с лица земли, переселившись в страну сновидений. То есть они так и продолжали существование только вот уже в другом пространстве. Но для них ничего не поменялось. Олард Диксон посвященный шаман исследователь шаманских практик. Он организовал первую сновиденческую экспедицию имени Афанасия Никитина для того, чтобы разыскать затерянный во снах народ Куру с помощью техники осознанных сновидений. Это когда некоторые люди могут программировать свои сны. может заказать фильм. Боллард Диксон открыл в интернете лабораторию сновидений, куда вступили тысячи человек с разных уголков планеты. Для того, чтобы достичь во сне страны Доминьян, где, по легендам, живет народ Куру, нужно было внутри сна все время поворачивать налево, как сказано в тибетских картах сновидений. Я все препятствия буду обходить с левой стороны. Я буду залазить в левое окно, я буду проходить через левую дверь, я буду все время поворачивать налево при первой возможности. И вот согласно тибетским, индийским средневековым картам, там, если мы внутри сновидения делаем подобные действия, идем налево от сердца, там находится страна Доминьян. Из тысячи человек только 12 смогли дойти до конца. Удивительно, но эти люди не были знакомы друг с другом, однако, по словам шамана, могли встречаться во сне и потом в реальности описывали одно и то же. Один и тот же сон увидели 50 человек только в рамках спектакля «Школа сна». Пространство сновидения придумал режиссер Вячеслав Игнатов, а реализовали актеры. Мы придумали, что у нас появляются из матрасов появляются деревья огромные, и это все превращается в такой лес. Очень быстро перевоплощаются актеры, которых только что мы видели в больничных, в лабораторных халатах, которые были абсолютно лаборанты, которые этому профессору ассистируют, раз, вдруг они боги сна. Отчеты участников сновиденческой экспедиции поразили Оларда Диксона. Как будто все они присутствовали на одном спектакле с одними декорациями и актерами. Только было это не в художественном театре, а в реальных снах людей. Согласно отчетам, после первого поворота налево участники эксперимента попали в лес, затем к водоему с лодками, настигли город, вырубленный в скале, посетили населенный пункт с необычными лестницами и кладбище. После смерти народ Куру, который живет в стране Доминьян, на северном континенте сновиденческого пространства, хоронит людей внутри деревьев. Этот эксперимент вдохновил шамана на новую экспедицию. На этот раз с прикладной целью отправиться в страну матери рака, чтобы найти лекарства от этой страшной болезни. Для участия в исследовании он пригласил тех, чьи родственники умерли от онкологических заболеваний. Однако желающих столкнуться лицом к лицу со страшным недугом, пусть даже во сне, оказалось совсем немного. Внутри осознанного сновидения сновидец встречается с этим человеком и просит отвезти его в свою страну, где он находится прямо сейчас. И уже пребывая в этой стране, уже начать исследование в этой области. Не только излечить болезни, но и решить любую жизненную ситуацию, возможно, с помощью осознанных снов, уверен Олард Диксон. Он утверждает, что одной из участниц его лаборатории удалось купить дом за нереально низкую стоимость. Якобы духи сновидений подсказали ей обряд, как осуществить свою мечту. Нужно было выполнить магический ритуал, прямо как в волшебной сказке. Когда она вступила в диалог с персонажами сновидений, он сказал, в какое место надо это отнести. И в результате, в результате, буквально на следующий день получила звонок. Ученые опасаются, что подобные эксперименты с осознанными сновидениями могут размыть грань между сном и реальностью. Джеймс Бонд во сне. И все его дневное существование подчинено тому, чтобы как-то так пережить этот несчастный день, заснуть и быть опять Джеймсом Бондом. У него там семья рушится, друзья его бросают. И вот единственное его желание это быстрее уйти в эти люцидные сновидения. То есть это как своеобразный наркотик. Настоящий прорыв в науке сна. Нейрофизиологи из университета Гёте во Франкфурте и специалисты Гарвардской медицинской школы научились с помощью специального метода нейронной стимуляции вызывать осознанные сновидения. Этот опыт по мнению медиков может во много раз усилить способности человека к обучению и восприятию. Что если будущее человечества зависит от способности управлять своими снами? Как утверждают исследователи сновидения это результат работы подсознания все ресурсы которого наука до сих пор не раскрыла. Трудно даже представить какими суперспособностями будет обладать человек научившийся расшифровывать свои сны. Сегодня одной тайной стало меньше. Вам известна секретная информация ее нужно проверить. Связь через мой инстаграм.